правый руль москва кейкары из японии в наличии в москве ссылка в описании в наличии всегда несколько автомобилей класса кейкар и не только так всем доброго дня хорошего настроения хорошего просмотра видео будет немножко интересным может для кого-то очень интересным может быть для кого-то мы откроем сейчас америку может быть может быть кому-то из продавцов это не понравится но тем не менее мы хотим рассказать небольшую так скажем открыть занавес занавес всех этих праворульных машин смотрите мы сделали для себя вот такой вот вывод все кейкары все гигары делятся на три категории это динамичные скоростные импульсивные брутальные вызывающие скажем honda honda это мажоры такие по более-менее актуальным ценам до народные те которые всегда народ нас просил берет это то есть обязательно критерии сдвижных дверей это рук с и спаси пока спаси нет но они будут у нас следующем уже видео потому что мы не хотим скопить большое количество машин чтобы показать вам что-то и ничего один показать вам побольше и скажем таки более-менее экономный класс в хорошей комплектации и есть третий класс кейкаров это тойота эта машина первые у нас на обзоре впервые машины вообще у нас до нее мы найдем в самом конце и про нее будет отдельный маленький обзорчик дальность что такое nbox называет его по-разному это папа кейкаров это убийцы кейкаров это мажор всех кейкаров это кейкар кейкаром кейкар блин наш язык сломался нахрен но тем не менее да это супер кейкар то есть в максимальной комплектации с максимальной начинкой с максимальной максимальной динамикой и максимальным требованием к себе как в содержании и всем остальным но это honda как всегда я говорю что ей за ее динамику можно простить все ее капризы рук все пришли у нас супер мажоры рестайлинги в максимальной комплектациях две электро двери кожные рули камеры в круг и что самое интересное вот эта машина коричневой в восемнадцатого года с пробегом тридцать одна тысяча белый рук с шестнадцатого года с пробегом в восемнадцать тысяч двести до совершенно верно сейчас начну писали писарчукова и писать вы же говорили что совершенно верно я говорил что с маленьким пробегом машины да у нас как обычно затаски топлый но я же вам не говорил ключевое слово что машины должны стоить 500 тысяч я всегда вам говорил что хорошая машина с маленьким пробегом должна стоить хороших денег вот они перед вами эти машины с малым пробегом в идеальном состоянии свежие года нет таких годов и я думаю что это последние года здесь в москву сейчас все пойдет сюда 14 13 и даже 12 года теперь открываем маленький занавес вот вы знаете сейчас наверное кто ищет кикар кто искал кто сейчас на данный момент и что-то звонит звонит и говорят а почему так подражали кикара почему да ничего не подорожало ребят по сути есть разобраться да там да прилетела стоимость доставки на машину но в размере 20000 но прилетела то она не к вам а прилетела на к нам цена почему потому что часть не купив машину да у него есть возможность ждать два месяца ее и цена и будет доставки с водивостока суда 60 62 тысяч но нам-то надо быстро соответственно цена доставки возрастает на 20000 потому что нам нужна скорость нам нужно быстрее доставить товар суда первый замок 2 все горит подражали документы подражали то да естественно все подражал но никто не хочет опускать свою маржу никто не хочет опускать маржу никто вы понимаете люди просто начинают двигаться в годах всем чем как угодно и все начинают плакать и говорит что подражал кнопка глонасс стал стоить 40 тысяч 45 50 тысяч кто из нас там один единичный то питерские люди там ставят кнопки глонасс это так уже для монетизма фанатизма и все и все и не более машин на данный момент москве делятся на такие категории вот эта машина эта машина больная аукционная ровная правильная по аукционнику все как положено без единого подкраса без ничего пробег 100 сколько у нее 130 130 тысяч 130 тысяч смотрите вас это не устраивает вас это не устраивает вы хотите аукционную больную машину все как положено но пробег 130 мажор и не будет она стоит никак 500 и 600 тысяч не будет любой перекуп кто занимается скажет что эта машина зайдет сюда с безумных денег берем руки эта машина восемнадцатого года восемнадцатого года у нее был дефект на короле дефект устранен правильно но она восемнадцатого года и пробег 31000 вы понимаете вот какая дилемма машина рук с восемнадцатого года с маленьким пробегом вообще копеечным пробегом с большой царапиной на крыле вот посмотрите эту царапину устранили царапина устранена можете приехать приезжали уже мерили точно до с дефектом толщиной метром протыкали все удивились вообще удивились а где гаде дефект дефекта то нет нету толщиной метра пробили все нормально все идеально эта машина но она еще она не стоит 500 тысяч она не стоит 500 тысяч она стоит дороже потому что эта машина восемнадцатого года рук с в такой же комплектации две электро двери все то же самое пробег 18000 стоят они одинаково почему потому что это восемнадцатого года это шестнадцатого года с пробегом 18 1831 ценник одинаковый просто белый пришел попозже попозже пришел пришел с дефектом дефект был в него вот здесь на бампере на грубо говоря бампер поменяли вот дефект был на бампере замена переди у бампера все есть подтверждающие фотографии есть подтверждающие документы все как положено вот отдыхать у мира всем уже известно и все как положено все давайте стороной обойдем машинка бальная машинка аукционная пробег у нее родной аукционно подтверждающий 77 тысяч но она не стоит ребята 400 тысяч сейчас нету машин стоимостью 4 нет почему они есть они есть со стоимостью дешевые но но к сожалению не отдельный разговор отдельный разговор мы когда дойдем до дэйза я расскажу вам не маленькую историю случившись с нами недавно мирочка всем известная милочка проста гениально хороша ну как у нас любят говорить это было было дочернее предприятие тойоты там все остальное все это уже 10 раз на слуху вас крутила свертелась подкрасов нет битья нет ничего нет все родное все естественно складывание зеркал полная панель то есть машинка в хорошем состоянии машинка под заказ клиенту люди довольны люди приехали осмотрели просмотрели все проверили все идеально перед вами дэйзик дэйзик народный прекрасный автомобиль не бьющий по карману по содержанию ничего да я не побоюсь от слова народный мо автомобильчики и карчик доступности это не шканадер это не жопа трес который хонда который снимает штаны и пусть никто меня не приведет honda дороже все равно в обслуживании любого кейкара до динамика да хорошо но она и стоит дороже но она и содержание дороже да есть максимальной комплектации камеры в круг все человек посмотрел человеку нравится человек доволен до шестнадцатого года но мне тоже штат мира тоже на спам я говорю так вот вернемся давайте с вами маленькой истории сейчас все владивостоке ли все вы знаете вот эти вот все там много кто-то гонит там перегон москва владивосток владивосток москва урюпинск саран 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 сурюпинск там перегоняет машины показывает снимает как чё люди были у нас просматривали рассматривали машину у нас и вот критерий был у них там шестнадцатый семнадцатый восемнадцатый год вот и мы случайно встречаем этих людей потом во владивостоке вот они приезжали сюда и здесь нас хейтили то что да вы что были ну это как так машина восемнадцатого семнадцатого года стоит 600 тысяч да как так может быть да во владивостоке не по 300 вот эти вот ребята случайно оказались у нас во владивостоке покупает машины двенадцатого года ночью же вот простите меня заражение какого хера вы не купили там 18 года за 300 тысяч купили простите меня заражение куски говна я прям прямолинейный куски говна двенадцатого года до двенадцатого года за 500 с лишним тысяч и с учетом того что билет перелет туда перегон оттуда не менее двадцати тридцати тысяч и цена куска говна выйдет 600 тысяч рублей так вот я писал им сообщение что же вы не отвечаете такие умные что у нас какие-то высокие цены что же вы купили двенадцатого года что же вы там не купили семнадцатого восемнадцатого ведь уже очень много создано видео и они сейчас и гонят там бриллианты черные зеленые алмазы все остальное гонят машины четырнадцатого двенадцатого года стоимость как у нас здесь шестнадцать восемнадцатого года а потом в дороге удивляются почему-то у них 100 тысяч смотано вот почему-то 100 ты вот и все 33 тысячи пробег 47 а почему-то еще 100 скинут вот перед вами машины стоимостью на данный момент как во владивостоке если вы полетите на самолете и будете заказывать автовоз только с истинными пробегами в истинном состоянии и уже здесь перед вами вот вы знаете вот настолько накипела да вот настолько накипела эта тупость глупость безумие каждый второй умный приходит здесь что-то начинает умничать горячий и чем умнее человеку потом смотришь да вот приходят люди дал даже мы сидим просто сколько разговариваем блин вот пришел человек взял машин да вот реально человеку повезло чем меньше вопрос проведения вот правда человек пришел купил машину реально огонь даже знаешь вот где-то так у белой завистью завистили человеку просто повезло вот он приехал первой спокойно взял он довольно пушки уехал он не нарадует нас мальчишка вот недавно митсубиси боролда и коспейс он мальчишка не нарадуется вот вы уже даже мат вырывается ее почему-то расход четыре с половиной литра вы понимаете от настолько мальчишка рад ну как мальчишка 35-37 лет доволен пушки вот когда человек ковыряет вот он ходит от самой австралии пешком шел покупал кейкар мать пойти купил мать мува конты бы 12 года вот это мы герои были ну где ж ты герой то ну что ж ты не ответишь на мое сообщение то выставили его в кирове на продажу он а брал человек я курьером работать буду курьером где ж ты правильный человек то ищущий он просто не нашел находящего вот всегда говорили надо объединить людей ищих находящих вот вы настолько понимаете можете все перевернуть перекрутить перемудить вот что же это такое творится почему же все вот откуда такая бурная фантазия у всех людей а почему-то это все перегрузь переверчивается ладно простите что я вот высказался мне хотелось высказаться все выдохнул пойдемте к тойоте да реально прям вот ты понимаешь только вот каждый второй думать автопод пол езжают как и волверы у них в ушах толщина метры в жопе манометры и вот вы понимаете они пипикуют пизикуют пипикуют пизикуют и ходят и потом удивляются в итоге вы знаете что получается после проверки толщинометром они садятся на стульчик и сидят со стеклянными глазами я подхожу тихонечко спрошу простите могу я побеспокоить ваше недумленное состояние да конечно что происходит он говорит может быть у меня толщинометр хреновый яга что не так почему-то все ровно показывает я говорю что хотели найти не знаю ну шпаклевка как обычно наверное шпаклевку вы понимаете человек ищет уже он настроен на то что он должен нарваться кусок говна потому что он подбирает ациклета до хлеб отрабатывает клиентам а может быть может быть но это же не автоподбор но здесь люди автоподбор который ищет непосредственно четко чтобы найти говно чтобы сбить цену этот человек подбирает себе машину но на итоге когда он не находит никакого дефекта он будет у меня плохо настроен толщина метр хорошо калибруем настраиваем толщина метр человеку своими шайбами настроили все иди пиликай пропилика пришли опять как кузнечик опять у него все ровно застеклянные ноги вытянутые где подруги начинает искать топляк он а вот этот топляк опять опять а что ж такое как золотой рыбкой да вот видишь она меня имеет и вот вы всегда что-то ковыряйтесь ищите вы пытаетесь где-то в ютубе насрать и так доволен и сидите там назвали и убежали что что-то такое с вами творится это что ж до бурной фантазии извращенные какая-то даже легче становится экстраверт тебе выговорит я говорил год назад ребята цены 360 это скоро будет стоить велосипед китайский ваша не продавающий такой в воде востоке по 50 тысяч кейкар япония не по 50000 а водя стойка не по 100 барыги пахте ник ноги ну и как бы знаете когда я понимаю вот если за что-то реально тебя дата мы начинаем говни тебя например да это за дело стоишь кокос в голову повесил да я готов но когда просто не за что это реально ну правда не понятно вообще критерий человек подбор автомобиля мне не понять пока не могу понять ладно вот подошли к даете вообще видео получилось не такой как я хотел сказала не то что хотел хотя бы я выговорился нет оставляю все ничего не вырезая пускай так как она есть так и есть потому что кто меня знает у меня поймет кто не знает тот не поймет кто сериал в youtube так и серить будет потому что мы жизнью такая засрана вот ради бога богом судья и вот узнаете честно вот я с таким настроением шел год к тойоте да вот примут сам себе вообще с обостром ладно почему я вот перед вами стоит toyota о чем я хотел сказать что и стоит перед вами toyota да эта машина это так который делится на третьей категории машины это тот кейкар который сделан в японии именно для своего какого-то наверное избранного избранного круга то есть те кто хотят чистую toyota то есть из поколения в поколение качество не менялась да вот здесь где-то что-то да вы знаете смешно вот стоит сирена у нее плащина метрами пробили 808 микрон краска и на всех кейкарах 08 микрон краска то есть что али а вот допустим да там но ух сирена клад машины стоит 2 миллиона либо стоит 600 тысяч одинаковая толщина краски перестаньте говорить так что если там какой-то альфар то тому два килограмма там два килограмма шпаклевки но никак не краски послушайте вот у этой машины вот нас приверли в восторг что во первых я подошел к ним сразу когда пришла не сразу было непонятно одна вещь вот здесь по-своему стоят зазоры здесь зазоры сходятся с началом из конца с концом вот передает свет краски мне она сразу показал с тем что вот даже смотрите даже открытие двери понимаете меня вот этой смутило когда я снимали и со в того за машину что именно открыть и двери звук другой некий коровский некий коровский вот даже задней дверь даже задней дверь вы понимаете тупой глухой щелчок и меня закусила закусила так что я взял толщина метром пробил ее и у нее слой краски в полтора раза толще чем у сирены у машины стоимостью в 2 миллиона и толще чем естественно у всяких гаров и также покрытие лака толще либо два слоя туда напыляет либо толще краска соответственно металл эти машины с той стороны эти машины мы просто вот как допустим хонду слэш мы случайно купили и эту дает и мы купили случайно как многие любят говорят там дай хацу мув это дочернее предприятие тойоты там дай хацу мира это дочка тойота это сыночек тойота это внебрачный сын тойоты вот она не дочернее предприятие а сама прям тойота перед вами сама тойота ребят люди дети мужчины юноши товарищи старики пенсионеры вот поверь им если хоть кто-то в меня верит если хоть чуть-чуть кто-то в меня в мире если вы хотите кейкар вот если вы хотите кейкар для себя так вот чтобы вам было посрать на хонду посрать на руксов и посрать на все а просто ездить и кайфовать вот его я могу вам только обработать днище я даже не вы понимаете здесь даже замки дверей сделаны по-другому вы понимаете замки толщины дверей с запайкой и с герметиком вот она тойота стоп игра дверь сделано под легкий карбон все минимализировано идеально изящно смотрите вот просто открыв дверь мы сразу на что смотрим толщина металла шов на замке не на этом замке а только в замке замок на загибе металла герметик вы посмотрите толщину дивана не бабушкина плюшка а толщина дивана посмотрите это дает вы поймете все про строчка про строчка про строчка про строчка про строчка не гандон натянутый подпросить меня за выражение мы занимаемся кейкаром я люблю эти кейкары но она меня убил она меня убил до конца если вы ищите кейкар переступите через все свои иллюзии переступите через все свои вот эти бла-бла honda вот эта машина по доступнейшей цене на сегодняшний день эта машина с оценкой 4 родной пробег аукционный лист у нее даже видеорегистрактор с японии с документом о том что он на гарантии сервисных небо снега проштампованной печати гарантины эта машина семьи вы посмотрите вы посмотрите здесь диван они индивидуальны также с про строчкой понимаете здесь вот все сделано качественно вы плюте на всю херь вот это вот мажористую если кто-то ищет себе машину реально для жизни и более 3-5 лет вот этот кейкар отслужит верой правды здесь стоит родной тойотовский двигатель это идеал кейкары и талон кейкара который должен брать себе простой народ простой на года те которые влезли в кредит вот она будет ездить вот она будет ездить без ключевой доступ лифт сиденье без ключевая заводилка кожаный руль тахометр вы понимаете здесь все вот ну настолько ее все вот покажи климат-контроль на каждую машину говорил будет индивидуальный обзор я хочу эту машину показать сам это надежнейший кейкар это талон надежность неубиваемости гара вот если такие будут все кейкары ребят мы свою ремонтную базу закрою бардачок 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 это охренеть понимание продают это тойота вы понимаете здесь все кожа здесь даже качество кожи другое понимаете насколько все сделано тахометр спидометр здесь колодцами сделает свои мы своеобразны очень интересно включение с собой ну покажешь потом когда люди просто здесь даже подстаканник свой а не ну ли вы понимаете здесь вот в мелочах даже в мелочах а значит что классно сидите за рулем этой машины вы видите капот вы видите капот встроенные заводские пищалки то это та комплектация которая будет вас рады просто радует поверьте эта машина на сегодняшний день отдаваться будет как черная пятница как желтый ценник в пятерочке этот достойнейшая цена для этой машины не завышенную это минимальная цена на максимальной комплектации в москве чистую toyota поверьте мне кто верит меня и смотрит успеть ее взять я не знаю будет нас еще не будет не знаю случайно купилась и поверьте кто возьмет годами местный один очень немаловажный момент у тойоты сзади есть запаска запас крем комплект дополнею коллега меня сидит сейчас гнобит почему гнобит не гнобит после поправляю но эти могут понимаешь что ты опустил все кейкары этой пиксис просто нужно корректного выражаться вот пожалуйста вот это вот доведи до сведений всех людей вот которые нас смотрят которые у нас подписчики спасибо ребят что вы с нами спасибо конечно что 10 доверяете нам я всегда делил машину на две категории honda это отдельная каста но ты просто не любишь я их люблю я люблю за их динамика я люблю за их не мотор я люблю их не техническую часть она меня закусывает своим вот ремонт понимаете что там японцы по моему специально глумелись там какие-то ключи дробивые придумали там понимаете все через ну через это черни звездам как американцы вот тут это меня убивает как с ней заниматься да это она меня убивает удалился вот кейкары я делил на такие критерии допустим honda это или так раз там но мне нравится их не двигатель рейхники а когда я говорю уже вот мне нравится допустим вот рукс и спаси кто-то говоря слабый двигатель да перестаньте все это все настолько предвзято вот это все говорится там слабый двигатель все тот кто считает что в кейкарах слабый двигатель тот кто считает что в кейкарах слабый двигатель ему не нужен кейкар понимаете значит еще жизнь пока его не удалось он пока еще не нашел себя то есть гармонии жизненной еще не достиг кейкара для тех людей которые познали жизнь уже все то есть смирились с амбициями и прекрасно себя чувствует из прекрасным дальше живут по жизни уже с какими-то определенными силовыми запасами если пока вы ищете себя в жизни кей-кар вам не нужен поверьте не нужного эта машина для тех кто действительно начал пользоваться предметом который называется голова теперь очень сильно такая знаете меня сейчас перевернулась информация в голове по поводу вот тойота я почему-то думал что все равно все я уже перепробовал все кей-кары я переразбирал все кей-кары я понял что муки кары все одни на лицо скажем тогда и тут вот бах вот это вот тойота ну вот вы знаете мы просто сидим уже на лавочке смотрим на вот найти в машину уже уже отснято видео уже нас находится в монтаже и вот просто смотрим и разговариваем что вот мне коллег говорит что да я наверное перевернуть сейчас я просто опустил все кей-кары да это так и есть я да я подтверждаю свои слова я пустил все кей-кары реально все вы знаете у меня есть очень хороший товарищ да вот в питере вот мы правда с ним общаемся он действительно тоже технарь то есть да он ни один танк в болоте утопил но вот именно мы общаемся так если с технической точки зрения да это лучше кика это создание кей-кары наверное эталон это тот знаете как фред лайнер да это американская визитная карточка американской машины когда вот как мне товарищ приехал в америке говорит будешь в америке покупать только одну машину в америке есть одна машинка дела больше не и вот вы знаете я думаю что вот кей-кар если вы рассматриваете на долгий срок эксплуатации это только ее жалко конечно что их не купить жалко что их невозможно понимаете я мне понравилась ее толщина металла ее надежность ее повадки и поведение вы понимаете он нет настолько база аккуратная она лежачий полицейский проходит вы понимаете такой как будто она балочная как будто независимая подвеска настолько все у нее сбалансировано сделано вот перевернула она мне мир понимаете кей-кара просто перевернул то есть я сейчас таком смятении то есть что есть оказывается техническая класс кей-кара неказисто выглядит неказисто нет вот этого хромированных облипушек залипушек а просто вот именно надежная машина вот понимаете меня на перевернул плане того что насколько она все-таки сделана с колоссальным запасом мощности блин вот действительно что металл что швы что вся технической частью понимаете там солен блоки в полтора раза больше чем у любого кей-кара понимаете насколько мира мира ну мира понимаешь но мира это блин это эконом-класс машину это эконом-класс машин ты слышишь как работает коробка ты слышишь как бегают поршня ты слышишь все а в этой машине ты сидишь в ней есть максимально все кстати да я заметил что шумка как будто да еще на вся другая то дверь закрывается по-другому то быть так все там лак там краска и понимаете то мы бы не могли понять почему их так быстро они продаются в японии и почему они не доходят до нашего рынка в москву объявлениях нету и все приморье захватывает их просто захватывает приморье потому что эта машина для тех кто не ищет приключений на жопу да а именно хочет реально кей-кар мощный экономный и надежный этого это вот это toyota toyota все таки как было toyota надежно так она осталась и не меняет эти тени же ничего у себя ничего они надежны четко грамотно все делает по сей день я все-таки думал да ну от тех машина как марк чугун и двигателя джерс жировские коробки там до напишут только в книгах не а значит мне радует то что все таки мое мнение ошибочно что значит я кей-карах а каких-то напишут в книгах наши внуки что и надежные кей-кары были какие-то когда-то и просто мажор облепленные об хромом да а были именно надежные кей-кары вот это меня радует что все-таки значит лазейка качество осталось да 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 ну и сейчас буквально там плюс-минус несколько месяцев тоже залетит сцене и все разница я считаю что вот этот кей-кар даже можно брать со стоимостью 600 и 650 потому что ты понимаешь что он реально не убиваем по его базе все что все я облазил переверну он не убиваем но какой-то мягкие не знаю надо данного подробно это понять посмотреть нет она не отмена сего вообще-то этот мне говорили про нее ребят спитер говорили я не знаю что настолько он ты попробуй посмотри как-нибудь купи и увидишь ты охренеешь что именно кей-кары бывает качестве это на ребят вот сегодня нас какое число я уже запутался сегодня но суббота сегодня у нас суббота скажем так лето да я знаю точно что сегодня лето какое число сегодня лето суббота это все что мы знаем я знаю что 21 год правда настолько мы запутались с этим машинами да вот и у нее просто база другая не похоже на пустим ронс и да есть это одинаково нет я хочу сказать ребят просто успейте если кто-то сейчас меня смотрит тот кто старше 45 лет и тот у кого уже кровь по венам течет ровно правильно и тот тоже твердо ходит и стоит на ногах успеть и взять эту машину просто успеть и действительно вы будете меня вспоминает долго эта машина надежнейшие были на я не желал от них что просто еще чуть-чуть так как все-таки в владивостоке зажигание работает быстрее в москве знаете честно вот если правда я же вам говорю что причем и видео не пошло все так как хотелось да не подражали машины просто люди поумнели в плане того что раньше везли топлики говно да и сейчас везут конечно понимаете сейчас находятся чудаки которые берут топлики находятся поверьте находится приезжают много на того приезжает топликов к нам очень много но люди научились пробивать смотреть и поэтому барыга уже не тащит машину чтобы потом ее не продать по два-три месяца нам не найти дурака долго искать дурака поэтому стали все вести более-менее ровные машины а более ровные машины стоят денег поверьте мне они стоят денег ровные машины поэтому все видят что машины подорожали они машины подорожали качество улучшилось люди поумнели но и в каждом видео кричим на кто-то пишет ахватит говорить про топлики да не хватит говорить про топлики под а может быть это бесполезно то голову не пробить вот допустим кто мне пишет хватит это сам продавец и есть он сам продавец из готов нет пешены потому потому что так умудряется людям вдуривать или топляки раньше да знаете даже какого-то пирату какого-то бандита была честь и совесть да вот хотя бы так вот хотя бы так я знал перекупов которые довозили только топляки и возят кстати так вот они говорят ну что топляк я убитый вот слушай да нет есть уж топляк то не биты а сейчас потеряли честь и совесть люди все сейчас везут битые топляки то есть это уже выше элита топляков все осталось везти уже только я не знаю ну я не знаю наверно разрезанный пополам что не топляк с пробегом 400 тысяч битый но честно говоря в защиту я бы тоже между прочим сказал отчеты хочешь вообще рынок подстраивается под стоимость люди спрашивают не только машину люди спрашивают машину под свой бюджет почему до сих пор людей ищут машин за 300 я не нормальный продавец я не норм я не всовываю я рассказываю говорю правду говорить это говно то это говно и не так и есть люди мне звонят и говорят могу ли я купить что-то за 400 500 расскажу уйдите от этой идеи забросьте эту идею не надо не нужно покупать за 500 тысяч потому что вы ослеплены этой машины вы ослеплены этой идеей вами управляет сейчас на данный момент не голова 21 палец и вы идете прямо по этой стрелке компаса не знаю куда и вы берете говно тотал вторичку третичку все вы понимаете вы попадав вы просто выкидываете деньги в окно понимаете мы пробиваем эти машины нас просит очень много запросов вы понимаете что машины топлые вам совы за эти деньги топлые кто-то скажет а что здесь такого топлой да ну ради бога берите берите топлый берите только с ними потом чудеса странные чудеса с машины происходит не хочу я повторяться в каждом видео но просто я хотел сказать именно про эту машину то что значит все таки есть еще кейкары те которые сделаны на несколько ну скажем так нельзя хотя бы на 5-7 лет есть таких кейкар это меня радует не просто мажора работяги спасибо конечно просмотру всем до свидания тебе нужно как якубович у вот алла у меня есть там сколько не за 500 тысяч могу я купить кейкард надо говорит что вы можете купить кейкард вот 500 тысяч водки и кард но черный ящик в виде проверки мы не открываем я не хочу быть якубович нет ну а как я обычный анатолий я обычный механик и я не хочу быть никаким якубович у меня как у кубович только усы и все сравнил якубович и никакими черными ящиками я торговать не хочу вообще абсолютно вот в этом смысл нас и есть есть люди продающие на мкаде есть в автосалонах продающий черный я тут без нас хватит клоунов блять по всей москве продающие и называющиеся очень громкими именами блин говно топлое говно обижается сейчас наверно смотрят и обижаются да мне глубоко насрать выход там лопнуть от злости понимаете торгуйте красиво снимайте маржу свою двигайтесь немножко в марже двигайтесь в марже тяжело конечно тяжело а как же бы сейчас очень многие сдуются кто возил 1 2 3 4 машины сейчас на рынке останутся только сильнейшие нас сейчас осталось кейкористов то по серьезному работает в москве 3-4 человека и все почему потому что продав машину сегодня за 650 рублей ты ее покупать уже будешь за 600 с лишним рублей грубо говоря с аукциона и маржа твоя растает в воздухе то есть человек продав машин там за месяц полтора-два не получил ни одной маржи теперь ждать ее два месяца продавать еще два месяца то есть он в пустую работает полгода просто бросает это дело и все а приехав сюда еще придет человеку который в ушах и в жопе толщина метр и будет ему молотку выносить понимаете так что просто у кого-то нервы сдает у кого-то еще что-то даже вы меня умудряйтесь довести вы знаете у меня большое сердце и громадное дыхание так что я переведу дыхание подниму правую руку вверх махнул и будем работать дальше до новых встреч до свидания